Ваш край, богатый край, люди очень талантливые, продвинутые и, самое главное, край перспективный, нацеленный в будущее. Вы всегда говорите, что это край опора России, я с этим абсолютно согласен. И, коль это является опорой огромной России, то и Бог велел нам сотрудничать. Вы должны знать, что все, что мы можем сделать для россиян вообще, тем более для ваших людей, наших людей в Пермском крае, мы всегда сделаем. И даже невозможное. Ввиду снижения товарооборота, а он все-таки у нас немного припал, нам необходимо дополнительные меры принимать для того, чтобы восстановить этот товарооборот. Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому, пожалуйста, мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации, потому что простая торговля, ну, ею надо заниматься, но наиболее надежный вариант это когда мы связаны друг с другом, наши предприятия и работают по кооперации. Вы знаете, что Беларусь машиностроительная страна с тех давних времен, здесь развивались очень высокие компетенции, здесь хорошее образование. Мы, как машиностроительная страна, готовы с вами работать, я говорю, не только торговать, но и кооперироваться, чтобы вместе производить тот или иной вид продукции. Мы сохранили свое сельское хозяйство не потому, что я когда-то работал в сельском хозяйстве, я много где работал. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что тогда, после распада Советского Союза, люди голодали, есть нечего было. Если люди не накормлены, если они не могут себя обеспечить продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании. Поэтому мы тогда вцепились в некоторые отрасли, мы сохраняли традиционные наши направления производства, сотрудничества, школы, но мы немало сделали для того, чтобы накормить и одеть людей. Отсюда развитие сельского хозяйства – это главная причина – накормить и одеть людей. Поэтому кое-что мы научились делать, кое-чего достигли. Будет интересно, пожалуйста, начиная от молочных товарных комплексов, от кормочников, птицефабрик. Все, что вам понравится, мы готовы для вас реализовать. После распада Советского Союза, вы, наверное, так же, как и в Беларуси это чувствуете, у нас осталось очень много хвостов по реновации и восстановлению строительства нового жилья. Мы также сохранили гигантское свое предприятие, которое работало тогда на всю страну. Конечно, и у нас эта проблема немалая – замена лифтов. Но мы готовы подставить плечо вам. Я знаю, что это надо, это везде, в каждом уголке России нужно, дай бог, выполнить все заказы. Но готовы в этом направлении работать. Может, у вас будут какие-то предложения, пожалуйста. Министр здесь как раз присутствует, вы можете обсудить эти проблемы.